Всем привет! Это Координационный Центр и мы продолжаем серию видео-интервью приуроченных к 20-летию Координационного Центра. И сегодня у нас в гостях Наташа Шулакова, руководитель, основатель и бессменный товарищ вообще в Винном Агентстве Велика. Наташа, расскажи немножечко о том, что это такая за новая работа у тебя. Новая работа появилась не так давно, наверное, примерно меньше года. Каждый интернетчик в какой-то момент своей жизни из большого интернета уходит в свое плавание. Мы разговаривали вчера с ребятами некоторыми, которые тоже круто поменяли свою жизнь, продали свои бизнесы в сфере интернета и начали заниматься чем-то очень ламповым, простым. Кто-то серфингу учит, а я продвигаю российское вино. Ну не только российское вино, а в принципе вино. Но рынок это очень молодой, и у нас есть что рассказывать людям, чему учить людей. Потребление вина – это сложная история в России, где пьют много водки и не очень понимают в вине, особенно в российском. Поэтому двигаем теперь вино, а не только интернет, но и вино. Ну там очень много всяких моментов, которые, безусловно, используются и интернет-технологии, безусловно, используются какие-то вещи, которыми я занималась всю жизнь и имею огромный опыт в этом направлении. Но вот теперь в новой сфере, да. Агентство я открыла, потому что никто не умеет этого делать на этом рынке, надо людей учить, особенно российские винодельни. Красота. Никогда не сомневался в твоем профессионализме, что ты действительно научишь всему, чему угодно, каждого и любого. А с чего все началось у тебя? Про интернет, если, да. Как ты пришла в интернет? Как ты стала в нем зарабатывать? И как докатилась до рифов? Как пришла? Такой вопрос хороший. Признаться, не очень помню вообще, как появилась я, как вообще пришла в интернет. Как пользователи интернета. Я прекрасно помню, потому что это было в Новосибирске, в Новосибирском университете. Первый раз нам провели оптоволокно во все общежития, и мы сидели несколько дней, я помню, прям реально несколько дней, безвылазно, в чате «Сибирские партизаны». Это была просто вот чума, сколько было там людей, как это, вот это был просто первый доступ, когда вот нам дали, безлимитный, не без денег, просто во все общежития провели. Потом мы начали открывать для себя разные сервисы. Я помню, была ICQ, у меня с коротким пятизначным номером, то есть какие-то вот такие модные фишки были, потому что интернет в Новосибирском университете, конечно, очень активно потреблялся, и его было много, его давали бесплатно, и поэтому, конечно, люди, ну, все были в интернете. Я даже помню, у меня была какая-то работа, которую я нашла вот тогда еще в то время через интернет, через Headhunter, это была просто какая-то вот такая фишка, просто, ну, очень круто, до этого никогда такого не было. Потом, в любом случае, в каждом проекте, которым мы занимались, использовался интернет, естественно, интернет-платформы какие-то, то одни, то другие, потом я какое-то количество времени поработала и в РАЭКе, тогда еще это был РАЦИТ, насколько я помню. Поэтому, безусловно, все вот эти моменты, они сопровождались, во-первых, большим количеством обучения различного, причем и мы учились, и нас учили, и из года в год ты приезжаешь на РИФ и учишься чему-то новому. Разговариваешь с людьми, они тебе что-то рассказывают из своего опыта, ты слушаешь спикеров, и всегда есть какая-то история, когда что-то новое ты всегда привозишь. Вот этим, собственно говоря, мне кажется, и стоит, наверное, делиться, рассказывать, и это и получаешь от поезда к сюда. Интернет для тебя, это больше РУНЕТ или вообще большой интернет? Скорее большой интернет, особенно в последнее время, потому что, если, опять же, возвращаясь к винной тематике, очень мало ресурсов есть на русском языке, и все винные новости, все происходят только, безусловно, на английском, и ты ищешь их на сайтах иностранных. Нет практически российских ресурсов никаких на русском языке, поэтому все обучение идет на английском языке, и все международные сертификаты все на английском языке, да. И все классические и неклассические истории, они все на английском языке, поэтому, безусловно, английский сейчас просто, ну, стал просто необходим совсем. Если раньше еще можно было как-то обходиться без него, ну, в большом объеме, то, безусловно, сейчас это совершенно невозможная история. А в будущем? А в будущем, я думаю, что вообще у меня на карантине сын выучил английский на уровне, когда он смог спокойно говорить и общаться, и слушать ребят на вот реально за пару месяцев. А в будущем мы как-то, видимо, просто перейдем на тот уровень, когда это будет не очень сложно, вот, посидеть два месяца и выучить его, хотя бы для уровня общения. Представь себе 31-й год, мы с тобой здесь на рифе сидим и записываем еще раз интервью. Мы доедем, да? Да, приуроченное 30-летие Координационного центра. Какой мир, какие технологии, какой интернет нас окружает? Ты знаешь, люди, я смотрю по своему уже взрослому сыну, ему сейчас 19-й год идет, он тоже занимается интернетом, то есть он занимается информационной безопасностью, это его основное направление. Он сам это нашел, сам выбрал, более того, он в вышке, он закончил лицей в вышке и сейчас преподает в лицее в вышке эту же информационную безопасность. Я думаю, они, во-первых, другие, у них меньше ограничений, у них меньше тех вещей, которые нас в чем-то сдерживали. Они привыкли, что можно пойти и сделать, но при этом у них, пока они еще молодые особенно, много сдерживает, вот нет этого, знаешь, как у нас внутренний мотор, если тебе нужно, встал и пошел и делаешь. У них немножко этого нет, они немножко страдают от того, что как бы все должно как-то само случаться, вот как-то вот случаться. Поэтому, безусловно, будет обновление аудитории, которая будет сюда приезжать, они, безусловно, будут приезжать так же, для чего приезжали всегда мы, общаться, знакомиться и какой-то нетворкинг, чтобы происходил. Происходил. Посмотрим в 31-м году, что будет. Посмотрим и сравним. Ну да, да. В год 20-летия координационного центра доменов РУ и РФ, что бы ты хотела пожелать доменной отрасли в целом? Ну, во-первых, держаться. Ребята, очень тяжелые годы. Для отрасли, вообще-то, я считаю, что это хорошая история, потому что люди стали больше, больше просто находиться в интернете, больше делать и своих каких-то проектов, и своих каких-то ресурсов. Поэтому, безусловно, я считаю, что это история, которая будет развивать, развивать, драйвить и держаться, в общем. Все будет хорошо. Будет однозначно. Спасибо, Наташа, за то, что пришла. Спасибо за теплые слова, интересный рассказ. С нами была Наташа Шулакова. Это координационный центр, и мы будем продолжать. Продолжать.